На Лазурном побережье Франции готовятся к открытию Каннского кинофестиваля. Церемония состоится завтра. В этом году фестиваль юбилейный, 70-й, в городе повышенные меры безопасности. О том, как идет в подготовках и о фаворитах, расскажет Алексей Пшумыский. Тысячи полицейских, бетонные блоки и барьеры, отряды морских пехотинцев и береговой охраны. И совсем неподалеку красная дорожка, гламур и запах дорогих духов голливудских звезд. Канны готовятся к 70-му ежегодному кинофестивалю. Мы установили 550 камер, вот таких, как за моей спиной. Это самая большая система видеонаблюдения во всей Франции. Каждая камера на 140 человек. Это наивысший уровень безопасности. После прошлогодних терактов меры безопасности невиданные. Сегодня полиция оградила одно из любимых мест туристов и фотографов-любителей. Забор у дороги к дворцу фестивалей. Каждый год, еще за несколько дней до открытия, здесь ставили лестницы, чтобы занять место и получить эксклюзивное фото звезд. Многие стремятся сюда специально ради этих нескольких кадров. Конечно, мы расстроены, потому что отсюда получались самые лучшие фото. Здесь можно было получить автограф и запечатлеть звезд в более раскрепощенном виде, а не на красной дорожке, где они под прицелом тысяч объективов. С каждым годом меры безопасности становятся все жестче. Несмотря на тень прошлогодних событий, еще вчера на Лазурном побережье начали собираться кинозвезды. Среди фаворитов в этом году лента «Роковое искушение» режиссера Софии Копполы. Немало надежд возлагают и на фильм «Устрашающий» французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, рассказывающий о творческом пути Жан-Люка Гадара. Украину в этом году представит Сергей Лозница. Сокранизация повести Достоевского «Кроткая». Ее покажут в основном в конкурсе. Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмадовар. Среди кинозвезд на набережной Круазет можно будет увидеть Уилла Смита, Николь Кидман и Кристен Стюарт. Каннский фестиваль – первое крупное событие на Лазурном побережье после теракта в Ницце в июле прошлого года. Несмотря на то, что Франция до сих пор живет в условиях чрезвычайного положения, в городе переполнены гостиницы и рестораны, а фестиваль, как всегда, принимает десятки тысяч гостей. Уже завтра глаза всего мира будут прикованы к красной дорожке. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!